Современные тайские имена по большей части следуют западной или индийской традиции, в которых фамилия идет вслед за именем. Это отличает их от традиционных имен Юго-Восточной Азии, где обычно имя следует за фамилией. Значение имен и фамилий Тайские имена являются таким же проявлением стремления к индивидуальности и красоте, как все остальное в тайской культуре. Просматривая список из сотни имен и фамилий на русском языке, непременно можно обнаружить нескольких Ивановых, Петровых и Сидоровых. Два десятка Александров, Дюжину Владимиров, Десяток Надежд, Марин, Наталья и Т.Д. В аналогичном списке тайских имен не повторится ни одной фамилии, ни одного имени. Примечательно, что в течение долгого времени у тайцев вообще не было фамилий. Фамилии были официально введены в обиход королем Вочаровутым специальным указом в 1913 году. Монарх лично придумал тысячи красивых фамилий для своих подданных. Например, фамилия Ванград означает «семья драгоценных камней», «Рокпол Мэанг», «Забота о гражданах», «Хонг Саван», «Небесный лебедь» и «Т.Д». Все тайцы имеют два имени – настоящие и домашние. Первые в большинстве своем происходят от пали и санскритских корней, как правило, являются многосложными. Как мужские, так и женские имена имеют красивое поэтическое значение. В тайской семье это первый и самый важный принцип, которым руководствуется при выборе имени для ребенка. Многие родители предварительно консультируются по этому важному вопросу с монахами или астрологами. Мужские имена обозначают присущие сильному полу добродетели, моральные качества и достоинства. Слончай, мужественность, токсин, источник, счастье, тхиросак, авторитет, власть, вина, дисциплина, тасна, наблюдение, просет, превосходство, верия, настойчивость, самбун, совершенство, киантисак, слава, почет, пхак, пхум, гордость, сагда, сила. Энергия, значение имени может относить к важным историческим событиям, например имя Ванча имеет значение. День Победы. Солнце традиционно считается мужским символом, поэтому закономерное появление имени Атхид. Солнце. Тайские женские имена связаны с поэтическими образами, красотой и гармонией. Сомьинг. Женственность. Сирибхон. Благословение. Ради удовольствия. Они восхваляют женскую красоту. В именах Савабха. Прекраснейшая женщина. Нари. Прекрасная женщина. Хонпан. Дева. В красивых одеяниях и драгоценностях. В женских именах отражается почтение, с которым в тайском обществе относятся к прекрасному полу. Бунси. Высокочтимая красавица. Тхепхи. Королева. Суда. Дама. Официальное имя записано у человека в паспорте, водительском удостоверении, банковских кредитных картах, полисе страхования и университетском дипломе. Этим именем подписывают документы и деловые бумаги. Однако в повседневной жизни и неформальном общении между друзьями и коллегами настоящее имя употребляется нечасто. Во время дружеского общения при обращении друг к другу тайцы используют особые короткие уменьшительно ласкательные домашние имена. В английском переводе они называются никнамс, поэтому иногда в русскоязычных справочниках и путеводителях их несправедливо называют прозвищами или кличками. Вследствие некорректного перевода с английского языка в тайском языке такие короткие имена называются иммигра. В отличие от русских кратких имен тайские дружеские домашние имена не являются простым сокращением полного имени. Это короткие односложные имена, многие из которых имеют забавное значение. Кай, курочка, ног, течка, лек, крошка, малыш. Короткие имена могут обозначать свойства характера, например, нарак, мила. Другие имена подмечают особенности внешности. Денг, красный, дед, загар. Красивым считается короткое женское имя и плу, потому что в представлении тайцев яблоко, красивый и дорогой иностранный фрукт. Популярно мужское имя Пепси, обозначающее вкусный напиток. Фамилии, фамилии были введены законом у тайцев в 1920 году. До этого времени подавляющее число населения носило только личные имена или прозвища. Фамилии впервые появились среди детей тайландской аристократии. Например, нынешний король Хумипо носит фамилию Махидол. Так же, как у других народов, многие фамильные имена пошли от прозвищ имен родителей Т.П.